Включил. У меня будут рассмотрены следующие видео. Начнем мы с outsourcing arrangements. Предлагаю ознакомиться с контекстом. Поиск термина в словаре результата не дал, но можно сделать предположение, что это либо привлечение ресурсов, либо аутсорсинг. Вот результаты проверки на сайте ЦИСКа. Для аутсорсинга нашлось 226 результатов, поэтому я сделала решение, что можно остановиться на этом варианте. Дальше нужно решить, что делать с arrangements, возможные варианты механизма, модели, схемы. Я нашла несколько документов в ЦИСК, где встречается вариант модели аутсорсинга, но смело поставить между ними равно нельзя, потому что в параллельных русских и английских текстах модели аутсорсинга встречаются еще как аутсорсинг модел. Но нашлось два документа, название и ссылки на них, где модель аутсорсинга встречается в следующем контексте. Аналитическое бюро определяет облачное вычисление как модель аутсорсинга ИТ, и облачные модели будут медленно, но верно вытеснять традиционную модель аутсорсинга. И это очень близко к тому, что говорится в нашем тексте. Cloud Computing is a little different from more traditional outsourcing arrangements. Поэтому я пришла к выводу, что outsourcing arrangements можно перевести как модель аутсорсинга. Будут ли вопросы или можно продолжать? Второй термин All of Government Level встречается несколько раз. В целом из контекста получается, что речь идет о необходимости эффективного взаимодействия между государственными органами. И вот в последнем случае, где он встречается, противопоставляется Individual Agency Level и All of Government Level. То есть уровень отдельного учреждения и предположительно общегосударственный уровень. Попробовала проверить общегосударственный на сайте ЦИСКО. Ну, встречается он один раз и немного о другом здесь идет речь. Ну, вообще я, конечно, смотрела еще и документы просто на английском. Я вам пыталась найти определение All of Government, но несколько документов есть у ЦИСКО, где встречается этот же термин. Но в основном он просто упоминается, есть там All of Government Solution, но как-то такого определения нет. Так, ну, встречается в основном в контексте ЕГАВНОЙТ. Поэтому я посмотрела в определение ЕГАВНОЙТ. На мой взгляд, тут тоже идет речь о таком глобальном взаимодействии. На всякий случай еще посмотрела определение общегосударственной, общегосударственной, для всего государства. Ну, и думаю, что такой вариант перевода возможен, общегосударственный уровень. Кристина. Как бы вы перевели первое предложение использования вашего перевода? Угу. Ну, вот, с МАЛТИЙ ЭЙЖЕНТ я не уверена, но мне кажется, что здесь вот противопоставляется взаимодействие на уровне отдельных учреждений и на уровне, которые охватывают все вместе. А следующий контекст можете показать? Угу. Ну, скорее всего, подойдет. Ладно, едем дальше. Будет компьютер. Здесь и дальше таблички, которые мы уже неоднократно видели. Там, где говорится о том, что облачные вычисления, можно сказать, произошли от джид-компьютеринга. Мультитран предлагает несколько вариантов. Я задала вот такой запрос на сайте ЦИСКа. Пару результатов, где встречается грид-вычисления. Ну, и проверила еще просто грид-вычисления на сайте ЦИСКа, ну, в общем, результатов. Вот в словаре еще было распределенное вычисление, и вроде как на сайте ЦИСКа результатов больше, но мне не удалось найти ни одного документа, где бы можно было установить соответствие, что распределенные вычисления – это грид-компьютеринга. Я посмотрела еще определение терминов в Википедии, и тут существует грид-вычисления, и написано, что это форма распределенных вычислений. Поэтому я все-таки остановилась на грид-вычислениях. Можно подавать. Cross-agency service integration efforts. Контекст посмотрите. В таком сочетании он встречается только один раз. И больше нигде, ни на сайте ЦИСКа, ни в Google, ни в третьем. Поэтому будем разбирать по частям. Начнем с service integration. Для service integration словарь предлагает варианты интеграции сервисов, интеграции служб, интеграции услуг. Но наибольшее количество результатов на сайте ЦИСКа для варианта интеграции сервисов. Дальше надо разобраться с cross-agency. Мультитран дает вариант перевода cross-ведомственной, но на сайте ЦИСКа он не встречается. Попробуем проверить вариант перевода межведомственной. Здесь 10 результатов. Но тоже не удалось найти ЦИСКовских документов, где было бы четкое соответствие, что cross-agency это межведомственные. Я посмотрела просто в гугле. Ну тут довольно много примеров, где cross-agency переводится как межведомственные. Получается, что дословный перевод межведомственные усилия по интеграции сервисов, но он довольно корявый на мой взгляд. Я предлагаю вариант общего усилия государственных ведомств по интеграции сервисов. Продолжаю. Может на контекст? Да, если не сложно. Какой у вас получился перевод? Общее усилие государственных учреждений по интеграции сервисов. Я не могу понять, какой же смысл слова «дефект»? Ну, по-моему, уйти от... Дефлект? Может, спечатку? Какой у вас был? Дефект Фром. Там что-то может быть. Секунда, сейчас я думаю. А, уйти, да. Уйти от... Как я сказал. Ну, скорее всего, подойдет. Ну, ладно, дальше едем. Ну, последний термин, он не термин, а тут просто словосочетание, и его значение только из контекста можно понять. Смотрите. То есть здесь речь о преимуществах облачной технологии, в частности, о масштабируемости, возможности реагировать на изменения. И мой вариант сокращать объем ресурсов. Ну, в целом предложение, приблизительно я бы перевела, при изменении пользовательской нагрузки организации, использующие облачные технологии, могут увеличивать или сокращать объем ресурсов в зависимости от потребностей сети. Я бы про объем не писал, потому что там, может быть, и не объем. То есть добавлять и удалять ресурсов, или там добавлять и сокращать ресурсов. Объем просто сильно заужает нам наш ресурсов. Ну, в общем-то, на этом все. Понятно. Спасибо. В целом возражений нет. Все довольно отлично получилось. Спасибо.